Лучше поздно, чем никогда раскрыто убийство кассира-обменника 14-летней давности. Что произошло в роковой день? Деньги на совесть в Могилевской области задержан взяточник. За что получал круглую сумму? На волоске стихии в Бобруйске на пожаре спасли двух человек. Эвакуация жильцов из подъезда не производилась. Из-за чего вспыхнула квартира? Это сирена громких ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут, засекайте. Справедливость восторжествовала. Убийство кассира-обменника 14-летней давности раскрыто. В далеком 2009-м инкассатор обнаружил труп девушки-кассира. Также было похищено около 35 миллионов рублей. Нападавшая воспользовалась моментом, когда сотрудница отошла на обед и пролез в помещение через приоткрытый ролет. Когда она вернулась обратно, мужчина нанес ей многочисленные удары ножом в шею и живот, забрал наличные и скрылся. В какой-то момент она почти вырвалась, я уже думал. Подозреваемого вычислили и задержали. Он признал вину. Деньги задержанный потратил на личные нужды, в том числе на игорные заведения. Ранее он был неоднократно судим за мошенничество и хулиганство. Обман по-крупному в Меглевской области с поличным задержан взяточник. В школе 41-летний начальник отдела одного из предприятий города систематически получал вознаграждение. Незаконные денежные средства он принимал в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла запчасти для оборудования. В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлена еще одна коммерческая структура, представители которой передавали ему взятки за поставку стройматериалов для нужд предприятия. Общая сумма взяток в результате его преступной деятельности составила около 50 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Чудом выжили в Бобруйске прямо из огня, спасли двух пенсионеров. Утром 14 января сотрудники МЧС экстренно отправились на Октябрьскую, где полыхала квартира на шестом этаже. Внутри хоть глаз выколи. В одной из комнат огнеборца обнаружили хозяина и его жену. Пожилых жильцов буквально на руках вынесли на свежий воздух с отравлением продуктами горения. Ожогами они госпитализированы. Дочь пострадавших самостоятельно выбралась из квартиры до прибытия спасателей. Женщина также нуждалась в помощи медиков. В результате пожара повреждено имущество, закопченный стенный потолок в квартире. Эвакуация жильцов из подъезда не производилась. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования. Я в седьмом часу двери у себя открыл, смотрю коридорчик, забитый весь дымом. Позже в окно посмотрел с этой стороны, так клубы дыма, аж задувало ветром. Статистика тем временем повергает в шок. В 2024-й только начался безжалостная стихия уже унесла 60 жизней. В стране за две недели произошло 358 пожаров. На день фликер в Бобруйске в ДТП пострадал пешеход. Инцидент произошел на Минском шоссе. 29-летний водитель сбил 47-летнего жителя Бобруйского района. Тот шел по обочине во встречном направлении. Мужчина с травмами госпитализирован. ГАИ призывает всех участников дорожного движения к предельной внимательности. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения, а пешеходам двигаться как можно дальше от проезжей части. Необъяснимая жестокость. Двое парней избили наркокурьера по заказу. Двое молодых людей 16 и 19 лет отыскали объявление в интернете о незаконной подработке. Задание было жестоким – напасть на наркокурьера из Бобруйска, который систематически присваивал себе товар. Парни недолго думая согласились. Под предлогом передачи очередной закладки они заманили потерпевшего в лес, где избили. Видеоотчет отправились заказчику. Возбуждено уголовное дело. Далеко не уехали. Заключение судебных экспертов стало доказательством в деле об угоне машин. Два бобруйчанина сообщили о пропаже авто. В первом случае увели Volkswagen Passat, который стоял во дворе многоквартирного дома на Гагарина. Но покататься не получилось. Машина была найдена подпертая столбом. В тот же день молоковоз перегнали Слонькова на кольцевой перекресток Минска и Гагарина. Транспорт обнаружили за пределами дороги. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз приняли участие в осмотрах мест происшествий. Изъяли различные следы и объекты, в том числе микроволокна с водительских кресел. По результатам исследования установлено совпадение изъятых микроволокон с волокнами в составе брюк задержанного. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Авто, которое он на время присвоил себе, были не заперты. Ключи находились в салоне. Мужчина признался в содеянном. В момент преступления он был пьян. Хотел просто покататься. Уголовное дело направлено в суд. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютубе и соцсетях. Я Кристина Рьянц. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»